Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как не опускать руки. Как рисовать, несмотря ни на что, даже тогда, когда не совсем получается. Ты решил начать рисовать или же посвятить свою жизнь творчеству? На твоем пути встанет очень много странных задач и проблем. Если ты садишься в первый раз рисовать, не ожидай, что у тебя выйдет шедевр. И не рассчитывай на то, что с первого раза у тебя выйдет именно тот результат, которого ты ожидаешь. Не стоит опускать на этом руки. Для того, чтобы действительно получалось, нужно не один день и не один десяток часов проработать именно ту технику, которую ты собираешься повторить. Это я тебя не отговариваю от того, чтобы начинать. Это я говорю о том, что нужно начинать с пониманием того, что рисовать это не так легко, как кажется на первый раз. Но если же ты все же решил зарабатывать на творчестве, посвятить ему всю жизнь, либо использовать рисование как хобби, будь готов к тому, что нужно рисовать каждый день. И это первое правило, которое необходимо каждому художнику. Если у тебя не получаются портреты, то нужно изучить анатомию. Если не получаются пейзажи, то рисуй больше с натуры. Именно с натуры ты можешь увидеть правильный свет и тень. Второе. Смотри на жизнь художников. Наблюдай за их блогами, жизнью и характером письма. Третье. Пытайся повторять за ними. Чем больше ты рисуешь, тем ближе к результату ты приближаешься. Четвертое. Не смотри на мнения окружающих. Я не про конструктивную критику, а именно про то, что кто-то субъективно осудил твою работу, либо сказал, что и рисовать ты не должен, либо ты не умеешь. Не обращай внимания. Будь тверд в своих намерениях. Пятое. Публикуй свои работы. Это поможет продвинуть твой скилл, твой уровень написания работы и найдет единомышленников, которые могут подсказать и поддержать тебя. Шестое. Никогда не привязывайся к определенному материалу. Никогда не привязывайся к определенной технике в самом начале пути развития. Пробуй все техники и все материалы. И лишь со временем ты поймешь, что именно близко к тебе. С самого начала не пытайся выработать свой стиль. Попробуй повторить за опытными мастерами. Я гарантирую, что с первого раза у тебя не получится именно так, как нужно. Но не стоит опускать руки. У тебя получится через время. Если ты понимаешь, что какой-то процесс на описание определенного предмета у тебя вызывает негатив, то стоит дорисовать до той степени, которая в принципе уже готова. И пусть рисунок неудачный. Отложи его в сторону. Через какое-то время попробуй заново. Есть определенные правила, которые нельзя нарушать, как говорится. Но ты не обращай на них внимания. Пробуй. Все. Иногда можно нарушить правила для того, чтобы добиться определенного результата. Со временем ты поймешь, что есть правила, которые нарушать вообще нельзя, а есть правила, которыми можно пренебречь. Если ты уже рисуешь и достаточно профессиональный художник, то не стоит бросать это дело лишь потому, что ты не можешь монетизировать его. Для того, чтобы продавать работы, нужно масштабировать их в огромном количестве, рисовать каждый день и выставлять их в паблики, в соцсети. Будь готов, что первое время, может быть, тебе понадобится рисование портретов либо картин в бесплатной, безвозмездной основе. Это твоя реклама. Запомни, чем больше людей тебя увидят, тем быстрее ты продашь свои работы и тем лучше будет самооценка. Никогда, помни, никогда не думай о том, что ты неудачник. Никогда не думай, что ты бездарность и никогда не думай, что ты никчемный человек. Если не получился один рисунок, два рисунка, попробуй что-то другое. Потом, со временем, может быть, твой мозг дойдет до того, что ты сможешь повторить именно то, как нужно было нарисовать или написать. Лучше выдохни, отложи работу и займись чем-нибудь приятным для себя. В данном видео я показываю, как я рисую Эштона Кэтчера. Хоть у меня достаточно работ и портретов разных звезд, знаменитостей и обычных людей, но есть портреты, которые совершенно не получаются с первого раза. Но это не мешает мне повторять и повторять их не единожды. Здесь вы сейчас увидите, как я рисую два портрета, лишь по той причине, что начало было замечательное, достаточно хорошо ложились краски и акварель меня достаточно хорошо слушалась. Но, тем не менее, по истечении времени глаз замылился и что-то пошло не так. Конечный результат меня совершенно не устроил. Естественно, я была разочарована и раздосадована данным моментом, но, тем не менее, выдохнув, я села и повторила данный портрет. Это не туториал, но, тем не менее, одно могу сказать, в акварели, когда вы наносите цвета, прежде чем наносить цвета, они должны быть изначально самых светлых оттенков для простоты. То есть, более опытный, когда вы станете более опытным художником, вы поймете, что можно как-то вымыть цвет из темного вывести в светлое, но акварель она имеет такое замечательное свойство, как полупрозрачность. Поэтому, убедившись в том, что, допустим, свет холодный, падающий на светлые места, а тень теплая, то мы начинаем с голубого. Если мы понимаем, что свет теплый, а тень холодная, то мы начинаем со светло-желтого. Не боимся контрастных оттенков в акварели. При высыхании она светлеет, и даже достаточно насыщенные цвета, они ложатся более блекло. Здесь я начинаю с желтого, потом переходим к красному. После красного идет фиолетовый, либо синий, зеленый. Изначально мы никогда в акварели не используем темные цвета. Это черный и коричневый. Ими можно подчеркнуть глаза, либо волосы, но никогда не для использования подчеркивания теней. накладывая контрастные цвета слой за слоем, вы увидите, как появляется тень. Вы увидите, что акварель справляется прекрасно и без черных коричневых оттенков. Вспоминаем правила колористики, как замешиваются цвета. Если есть желание, вы можете написать в комментариях, и я сниму видео, как правило, замешивать цвета, либо как их накладывать. Еще подмечу, что огромное значение имеет тот аспект, как правило, подобранный референс. То есть фотография, с которой вы рисуете, как правильно падает цвет, насколько контрастные оттенки. Если образец достаточно насыщенный и достаточно контрастный, вы достаточно легко передадите все оттенки и переходы на своей картине. В данный ролик я включила запись со стрима, где вы можете наблюдать, что достаточно хорошо все начиналось, и то есть достаточно хорошо шла заливка цветом, но когда перешла к контрастным оттенкам, работа была окончательно испорчена. После этого я пыталась выбелить цветами акриловой краской, что больше придало грязь. в конечном счете вы можете увидеть, что у меня получилось и следующий процесс рисования уже другой работы. Напишите в комментариях, что в этих случаях делаете вы. Ну, а в следующем ролике, в следующем портрете я точно так же сделала сначала зарисовку, заливка желтым цветом, красным, синим, зеленым, а потом далее переходим уже к оттенкам, разбор полетов акцентов, нюансов. Кстати, мне очень интересно, чем вы предпочитаете рисовать? Акрил, акварель, фломастеры, маркеры, карандаши, пастель или, может быть, свой вариант. Эштон Кучер достаточно талантливый актер с непревзойденной внешностью. У него яркие, карие глаза. На его счету такие фильмы, как «Эффект бабочки», «Спасатель», «Больше чем любовь» и «Однажды в Вегасе» и «Угадай кто». Когда он играет роль, он талантливо вживается в жизнь героя. Его герои всегда с душой. У них есть особая харизма внутри, особый взгляд на жизнь данного героя. Если вы еще не смотрели фильмы с его участием, я советую посмотреть особенно «Эффект бабочки». На моем канале вы увидите написание различных актеров. И сейчас, прямо сейчас, вы можете написать того, кого хотите видеть в портрете. И чем именно? Акварель, акрил, масло. Также в комментариях вы можете задать мне любой вопрос, касаемый творчества, рисования, туториала, ну и вообще все, что вам взбредет в голову. Также не прошу судить строго, достаточно непрофессиональное видео и озвучку. Я стремлюсь над качеством, работаю над качеством, стремлюсь к результату и к более лучшему результату. А ваша подписка и нажатие на колокольчик гарантирует то, что с каждым разом мои видео будут более полноценные, более хорошо озвучиваемые и более хорошо снятые. Вы мотивируете меня на новые хорошие работы. Так что подпишись, поставь колокольчик и не забудь написать комментарий. Следующая проблема боязнь чистого листа. Если вы боитесь испортить работу, то не бойтесь, просто берите карандаш и начинайте делать. Для вдохновения иногда достаточно посмотреть фильм, либо послушать музыку, воспользоваться медитацией, либо сходить в поход. Точно так же, если вы в негативном состоянии находитесь в процессе рисования, попробуйте взбодрить себя. Включите любимого блогера, либо включите стрим. В процессе рисования комфортнее иногда рисовать в компании. также можно воспользоваться музыкой, та, которая вас вдохновляет. Идеи для творчества безумное количество. Они повсюду. Это музыка, это фильмы, это сказки, это природа. Если вы идете куда-то, старайтесь обращать внимание на мелочи, на красоту заката, на красоту облаков, на красоту деревьев, лиц. рисуйте поначалу все, что видите. Стул, стол, тарелка, кот, мама, папа. Если это просто хобби, старайтесь уделять минимум час в день. Если вы хотите действительно сделать эту профессию и зарабатывать на этом, тогда вам потребуется не один час для создания своего портфолио, для прокачки скилла. Самое главное просто начать. А дальше уже и типы накатанной. Если опускаются руки, иногда лучше взять перерыв, чем насиловать себя ежедневно. Не чаще, чем один раз в неделю. Если это повторяется ежедневно, то нужно задуматься, а действительно ли вы свое дело выбрали, действительно вы хотите рисовать, к чему вы хотите прийти. Если ваше желание прийти к результату намного сильнее, чем усталость и апатия, тогда вы на истинно правильном пути. В следующем видео я покажу обзор своих работ, работы над ошибками, каких результатов я достигла, к чему я пришла. Покажу точно также неудачные свои работы и самые трэшовые работы. Самые лучшие, но а вы оцените. Также в следующем видео мы поговорим о материалах, какими материалами я работаю и к чему именно я пришла и к чему больше лежит моя душа. Ну а в третьем видео мы поговорим о том, как монетизировать свое творчество, на каких площадках можно размещаться и мой личный опыт об этом. А в конце видео ты увидишь в сравнении два портрета акварелью выполненных первый и второй первый который рисовал на стриме а второй уже позже выдохнув и сделав еще один подход. Напиши в комментариях какой портрет тебе нравится больше.